Какие тайны хранили самые закрытые и секретные архивы КГБ СССР? Почему череп Гитлера, якобы вывезенный сотрудниками НКВД в 1945 году из Берлина в Москву, так и не был никому показан? Зачем Борис Ельцин отдал приказ передать все материалы об экспедициях Сталина и Гитлера в поисках загадочной страны Шамбалы, крупнейшей и старейшей в мире еврейской организации Бнай-Брит? Наконец, что искал и нашел в Антарктиде Гитлер и куда он исчез на самом деле в мае 1945 года? Обо всем этом тот, кто сохранил для нас эти документы НКВД и КГБ СССР, в прошлом помощник министра обороны Советского Союза маршала Устинова и управляющий делами Минобороны генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов. Леонид Григорьевич, последний раз мы с вами встречались в лесу, потому что опасались, что кто-то нас будет подслушивать. И кто-то на самом деле подслушивал, все время что-то пикало. Это было какое-то оборудование. Может, это птичка какая-то на... Нет-нет-нет, это было оборудование подслушивающее. Говорили мы с вами о политике, поскольку вы один из самых авторитетных и влиятельных российских политологов, и не только российских. Но тема сегодняшней встречи будет несколько иная. И связана она будет с выходом книги «Опрокинутый мир», которая вышла в нашем издательстве «Аргументы недели». Это удивительная книга, которая рассказывает о том, как при Сталине и при Гитлере сотрудники НКВД и СС охотились за секретами древней Шамбалы. Скажите, как вы к этому пришли? А вы знаете, вот я, советская стандартная биография моя, школа, там все, военное училище, потом служба в войсках, военная академия, опять войска, 10 лет войска. И потом меня неожиданно забирает в аппарат министра обороны СССР, да причем мощнейшего человека, великого человека, Дмитрия Федоровича Устинова. И я прихожу вот в этот аппарат непосредственно работать с министром обороны, и я вижу вдруг другую жизнь. Вот когда в войсках, вот по жизни, школа, все оказалось лежит на поверхности, все очевидно, ну учись, изучай, и ты все видишь. Вот перед тобой, как говорили, весь мир открыт. А здесь вдруг я сталкиваюсь с другим миром. И первое, что меня немножко поразило, удивило, что вот наверху стоит здание Министерства обороны, на тогда улице Фрунзе было, дом 19. А под зданием, да, все, кабинеты рабочие, там министр, генеральный штаб и так далее. И вдруг первое, вот из функциональных, первое из функциональных обязанностей моих, что надо следить за готовностью 32-го объекта. Что такое, конечно, я впервые слышу. И, говорит, вам покажут. И вот, меня ведет полковник, у министра есть лифт, под зданием находится, ну, во-первых, станция метро, во-вторых, там кабинеты, в том числе и кабинеты министра. То есть защищенный командный пункт. И вот задача поддерживать его в готовности. Метро зачем? А метро, оно и по сей день работает для того, чтобы выезжать на загородные и московские запасные командные пункты. Даже на основные. Загородные и так далее. То есть вот оно второе, вот оно метро, есть кольцевое метро, там и так далее, радиальный. А здесь вот совершенно другая жизнь. Дальше сталкиваюсь с вопросом. Встречаемся с начальником музея вооруженных сил СССР. И он ко мне обращается с просьбой. Вы не могли бы спросить разрешение у министра обороны выставить черепа Гитлера и Евы Брауна к 9 мая, ко Дню Победы? Да, я говорю, они где? Они у нас хранятся. Я говорю, хорошо, без проблем. И вечером как-то там Дмитрий Федорович, говорю, вот такое обращение было. А Дмитрий Федорович учил нас, что если ты вопрос ставишь, то вариант ответа на него твой, чтобы завязалась какая-то дискуссия. Но это сталинский метод, собственно говоря. А он сталинский нарком был. И смотрю, Дмитрий Федорович так задумался, рта ты как считаешь. Дмитрий Федорович, я говорю, думаю, что нужно выставить юбилейной дате нашей победы. А что это даст? Я говорю, ну как, люди еще раз окунутся в злобу, вот, хоть черепа там, но тем не менее что-то возбудится, патриотическое. То он вот так задумался, говорит, не будем, не будем выставлять. Я говорю, а чем аргументировать? А он вот тоже, если скажет, он развивает, чем это аргументировать? Это не их черепа. Да, вот так. А ты Устинов вам сказал? Дмитрий Федорович Устинов, это не их черепа. Ну, я говорю, я понял, Дмитрий Федорович. И он говорит, ну ты только не говори. Ну, скажи, мол, считает там не своевременно, и так далее, министр обороны. Вот опять загадка. Потом, когда я стал начальником секретаря министра обороны, 1 января 1980 года, 1 января пришел у меня, ты коммунист, коммунист, а я, честно говоря, полгода до этого, то он предлагал мне возглавить, а я отказывался. И главная причина была, вот тоже поведаю одну тайну, раз мы будем говорить, был один сейф. Все мы секретные проходили, наверное, там дела, и знаем, что каждый год назначается комиссия для проверки секретного и попутно не секретного делопроизводства. Так вот, был сейф, когда председателем комиссии является министр обороны, и начальник секретариата, и его первый зам, члены комиссии. То есть сами себя, как бы, министр обороны, ну, вообще-то не имеет назначать права, но здесь вот такое исключение дали. То есть только эта комиссия могла вскрыть этот сейф? Ну, я-то ключи у меня были, я в любой момент мог скрыть, но это вот сейф, где самые-самые сокровенные хранились. И исторические артефакты, будем говорить там, и создали, когда вот Берию арестовали, Хрущев там, Маленков и прочие, то было принято на президиуме тогда, или Политбюро, решение о том, что разнести самые сокровенные исторические факты, они хранились в НКВД в основном, разнести по разным ведомствам, ну, и часть Минобороны. Ну, во-первых, документы, которым там 4 человека допущены. Были документы, они в других сейфах хранились, где там, ну, особой важности. Серия там, 2-3 буквы серийных не буду называть. И когда всего Министерство Собороны знает 5-6 человек допущены, ну, не дай бог, какая-то там где-то утечка, самый младший по званию, по должности, я это на тебе. И вот это вот немножко давило. Тем более мой первый зам, который отвечал за это, вел документы в Политбюро, Семен Егорович, фронтовик. И он мне говорит, Леня говорит, есть принцип, меньше знаешь, крепче спишь. И я отказывался. А здесь 1 января, Дмитрий Федорович, ты коммунист, коммунист, вот назначил. И вот там действительно я посмотрел, ну, во-первых, вся информация, уровня министра обороны вот идет, это до 150 телеграмм ежедневно, их нужно разбирать, а это в основном разведывательная информация. Это и по линии МИДа, и по линии там соседской разведки, нашей разведки, там торгопредставительства и так далее. В основном она идет вот такого оборонного характера к нам. Многое получаешь, видишь совершенно другую жизнь. И, конечно, ну вот еще один случай был, пропал наш самолет Ан-12 в Анголе. Он где-то полетел, там в районе гор, значит, рухнул. Ну, там были наши советники. Вот Дмитрий Федорович найти, найти, найти не могут. И вдруг получаем информацию из штатов, от наших людей, что есть там некие лаборатории, центры, которые определяют, ну, без присутствия. У них вот эти нетрадиционные технологии, они у них развивались давно. То есть люди, которые, значит, вот сидят здесь, но читают, что за тысячи километров видят как бы. И вот приходит, ну, совершенно секретная, естественная информация, что координаты такие-таки этого самолета. Я Дмитрию Федоровичу зашел, показываю, не знаю, кому там, ну, понятно, начальник штаба там, клапанок. Он говорит, покажи Николаю Васильевичу, агарку. Он говорит, пусть распорядится, чтобы проверили. Я зашел к Николаю Васильевичу, спокойно это воспринял. Послали, увидели хвост торчащий. То есть много загадок, о которых мы и знаем. Ну, и поскольку я кандидатскую стал писать, потом под первый докторский, второй стал работать. И я стал понимать, что вот та история, которую нам дают, и причем та эволюционная теория Дарвина, ну, это где-то идет повторение Птоломеевской модели, что Земля в центре, все вращается вокруг, но дальше идет, что мы единственные разумные сущности во Вселенной, что вообще жизнь только на планете Земля, а дальше ее нигде нет. Ну, когда получали мы информацию о летающих объектах, неопознанных летающих объектах. Это в Минобороны СССР. Минобороны, ну, первыми моряки докладывают отовсюду, причем такие там вещи докладывали, что действительно не понимают, что это, ну, неземного происхождения. Ну, например, докладывает там подводная лодка наша атомная на боевом дежурстве в Индийском океане, ну, и надводные корабли обеспечения ее деятельности. И вдруг, где-то ближе к утру местного времени, вдруг начинает светиться водная толща, и яркость этого света нарастает, нарастает. А тогда же жили мы в режиме обмена ядерными ударами, и лодка на глубине связи с ней нет, естественно. И вот что это может быть? Американцы нанесли ядерный удар, первая мысль у командиров возникает. И все это светится таким ярким-ярким, и вдруг оттуда выныривает круглый диск. Это вы серьезно сейчас говорите? Зависает, и потом резко уходит. Это прямо в докладах, которые вы читали в качестве помощника? Это в докладах, да, разведывательное управление военно-морского флота. Они, кстати, первыми вот об этом стали. И первая директива была, если не ошибаюсь, там даже номер 21, там 20-21, где командиром кораблей, подводных лодок ставилась задача наблюдать, описывать и при возможности фотографировать. Все это было. И вот, естественно, это возбудило у меня вот этот интерес и в своих диссертациях попытаться понять, что это такое. Леонид Григорьевич, если говорить о каких-то разумах внеземных, то ваш интерес к этой теме, он не мог остаться незамеченным. И судьба впоследствии, вы мне раньше рассказывали, а сейчас, пожалуйста, расскажите это всем, как распорядилась судьба с этими секретными документами. Случилась перестройка, случился полный развал. Все архивы КГБ и Министерства обороны начали проникать какие-то прохиндеи, пользовались вот этими архивами. И что случилось, почему вы узнали очень много того, чего не знал никто, судя по этой книге, которую мы издали «Опрокинутый мир». Как к вам попали документы, на основе которых была написана эта книга? Ну, первое маленькое замечание. Мы, кто работал с такими великими людьми, как Устинов, Агарков, ну и Алексею Николаевичу Косыгину, было больнее всего наблюдать за тем, что происходило в годы перестройки, особенно после. Потому что это были монстры. Вот тот же, ну, Устинов, я сказал, Ефим Павлович Славский, вот который поднимал нашу атомную промышленность, науку и так далее. Это же гиганты были. И когда бурбулисы какие-то выбегали на эту государственную, должностную Ниву, даже я пионерским лагерем не назову. Может быть, он и хочет что-то полезное делать, он никогда не сделает. Нет опыта, нет знаний, нет преемственности. Все торговали, кто может только что-то продать. И началась распродажа вот этого важнейшего национального богатства наших гостай, наших секретов, наших всё. Ну и сложилось тоже, что продавать всё, что можно. А у нас Дмитрий Федорович Устинов дружил и вместе работали с Юрием Владимировичем Андропу, Андреем Андреевичем Громыко и так далее. Ну и мы, естественно, те, кто эти встречи там обеспечивал, руководители аппаратов взаимодействовали. И вот звонит мне как-то, когда уже этот разброд шатания, звонит и просит встречи. И вот говорит, что пришли трое женщины, двое крепких ребят с распоряжением Ельцина допустить, выдать из особого архива КГБ СССР ряд документов. Ну мы сослали, что нет, нет, завтра придут. Что делать? Ну, естественно, мы принимаем решение, что надо сохранить любым путём. А где сохранить? Я начальник управления Министерства обороны СССР, тогда уже были закрыты у нас такие вот охраняемые помещения. Ну, как не пойти на это? Вот и всё. А потом... То есть вам эти документы передали, а каким образом? Дальше всё просто. Приезжает машина, знаете, стейфа микроавтобуса, выгрузили, закрыли, предупредил там офицера. Это в каком-то гараже Министерства обороны, да? Зачем? В здании Министерства обороны. В здании Министерства? Да, а там у нас был так называемый наградной фонд. Вот там мы сохранили до определённого времени. А сколько они там лет пролежали? И почему их никто не знает? Не буду я ничего говорить. Пока они хранились, был ещё, знаете, такой пятый научно-исследовательский центр КГБ СССР, Тромб. Туда тоже нагрянули. Прибыли и туда, тоже с распоряжением Ельцина. Это-то нальют два стакана. Ну, как оказалось, это представители Бнайт Бритт были. Тоже пришли туда, вот перечень. И вот я обратил внимание, как раз, и попросил оставить, значит, вот как раз вот эти документы, смотрю, об экспедиции Якова Блюмкина в Тибет. Видите, как интересовались. Это Яков Блюмкин, знаменитый террорист, который убил посла... Мирбаха. Мирбаха. Мирбанского, чтобы спровоцировать войну. С немцами. С Советской Россией. Да, Советской Россией с немцами. То есть вы ознакомились со всеми документами Якова Блюмкина, который, как известно, в 20-х годах возглавил и провел экспедицию на Тибет, с чего и началось увлечение во всем мире эзотерическими историями. И вы это, оказывается, все прочитали. Расскажите мне, что увидел Яков Блюмкин на Тибете, как он туда попал, кто его послал туда? Вообще-то я вот такой вот, если от пола измерять, как он туда попал. Я еще немножко отвлекусь, все же. Понимаете, немцы после Версальского мирного договора, после поражения в Первой мировой войне, они были зажаты санкциями страшными, ограничениями всякими. И в 1922 году был подписан так называемый Рапальский договор. А сотрудничество мы зажато, изолировано, и Германия. И у нас была тесная сотрудничество с 1922 года. Германия нам давала там и кредиты, и технологии. Им запрещалось иметь вооруженные силы больше 100 тысяч. И они поступили только в офицерский корпус, сохранили солдат. Не было, по сути дела. И плюс запрещалось иметь танковую, авиационную промышленность, вообще войска. Поэтому мы танкистов обучали в Казани, тренировали их в Липецке, летчика уготовили. До прихода Гитлера все это было. Но немцы еще сделали один серьезный шаг. Вот когда их зажали, они сосредоточили научный потенциал и дали вот эту как бы волю научным и околонаучным исследованиям. И у них вот эта эзотерика, все-все-все это проявилось. Ну и появился вот такой выдающийся ученый, Виктор Шаубергер, потомственный лесник. Наблюдая за тем, как живет природа, он стал создавать механизмы. Ну вот мы не загадываемся. Вот горели миллионы гектар, у нас тайги. И мы думаем, что это земля, там воды нет, ничего, и они сами растут. Но откуда тысячи, если не миллионы тонн жидкости поднимаются до верхушки деревьев, вот соки, что это такое? Идут, значит, там. Какая сила, какие насосы их поднимают, причем регулируют. И он заметил это и стал исследовать в виде технических совершенств. Оружие прежде всего, и поставили задачи. И немцы этим увлеклись. Было общество Туле, потом в 1935 году, в 1934 году было создано общество Аненербе. Вот постигать все. Ну, советская экспедиция была на Тибете в 20-е годы, еще до Аненербе. И что она там нашла? Туда устремлялись не только мы. Там были и англичане, все время стремились, и французы, ну, китайцы, японцы, все постичь. Потому что тайна вокруг горы Кайлас, там и вот в этих окрестностях, они действительно были. В 1924 году поехал туда немецкий путешественник Леон. Поехал исследовать легенды. Легенда о том, что есть где-то подземные города, где живут там миллионы жителей, что есть там свет и так далее. И он, приехав, выпустил книгу об этом, что действительно он был там, видел. Ну, и после этого, значит, и немцы заинтересовались. А Тибет, знаете, все время как-то тянулся к России. Этот загадочный Тибет, то, что мы называем Шамбала, тянулся к России. Еще ведь при государях наших, при Российской империи уже контакты развивались. Они советскую власть встретили благостно, особенно, значит, вот в том разрезе, что отделили от государства религии. Они не признают никакие другие религии, там, кроме... Это на Тибете. Да. И они присваивают Ленину титул Махатма, то есть святой, посвященный. И на похороны не успели, естественно, но приезжают. В 1925 году сюда делегация большая, принимает их Дзержинский. И они предлагают советской власти направить туда делегацию. Они выдадут огромные тайны, которые помогут укрепить там и так далее. Да. Ну, поскольку Ленин умер, Сталин еще не у власти. Те, кто захватили реальную власть в России, они именно вот этого авантюриста Блюмкина направили с небольшой делегацией туда за знанием. Он туда выехал в 1926 году. Причем отправили его достаточно солидно. 100 тысяч золотых рублей по тем временам дали ему. Ну, и там, и другие дары, и так далее. И он оттуда привез гигантские знания. Его долго там проверяли, держали. Я слышал даже золотую скульптуру Будды, которая хранилась в запасниках НКВД, преподнесли в качестве подарка тибетским ламам Блюмкиным. Это уже другую экспедицию. Его допустили к величайшим тайнам человечества. Пустили вот эти подземные залы, где в автоматическом режиме раздвигаются скалы целые. И там показали довольно многое. Включая и оружие массового поражения. Вот я выписал себе из книги. Вот такое оружие Ваджару называется. Ваджару, щипцы Ваджару. Вот расскажите, что такое щипцы Ваджару. Это золотой порошок, раскаленный более 2000 градусов. И выделяет огромную энергию. И правильно используя эту энергию, можно спокойно резать скальный грунт. Можно удалять гравитацию. И так далее. Вот это ему показывали. Потом вот еще колокол шудзы. Он излучал какие-то волны, которые воздействовали на людей. Вот этот колокол и пытался Виктор Шеллбергер сделать. У них, кстати, и тема, одна из закрытых научно-исследовательских работ была, это создание подобного колокола. Ну, шутзы, это в Германии. Это в Германии они делали. Ну, мы не же скажем, как эти знания оказались там, у немцев. Так что это тоже из категории оружия массового поражения. Это вот не взрывается ничего. Это просто... Еще раз, Леонид Григорьевич. Все. Это вы читали в документах, которые были из КГБ. Ну, все это есть, конечно. Это не вы, никто вам не рассказал. Вы читали протоколы допросов Блюмкина и его доклад. Ну, я же ведь прилагаю, чем интересна эта книга, что я с этих документов даю их такое черно-белое фото. Итак, Блюмкин через два года возвращается в Москву. И почему это же мечта любого правителя, иметь абсолютное оружие, с помощью которого можно подчинить себе всех вокруг? Почему этого не случилось? Ну, во-первых, он не сразу вернулся в СССР. Про него, честно говоря, и даже в этом ОГПУ про него уже и забыли. Поэтому он встретился на Кипре с Троцким. И где, что он оставил Троцкому, вот сказать трудно. Но наверняка он Троцкого считал своим кумиром, своим там шефом и так далее. Значит, значительную часть оставил. Кстати, смерть Троцкого может быть связана и с тем, что он обладал вот этими знаниями. Ну да, потом Блюмкина допрашивали в НКВД. Потом, значит, он вернулся в Москву, ну, там, доложил отчет, там, написал скромненький своему там начальству. Там не до него было. Это был 29-й год. И большую часть этих документов он, ну, значительную часть, будем говорить, передал немецкому резиденту немецкой военной разведки, в которой в Москве. И получил 2,5 миллиона тех долларов. Тех долларов. Это, опять же, из документов НКВД? Все это его допросы, все они у меня по сей день есть. Но они взяли эти документы у него. Дальше Блюмкин попадается, ну, как всегда, на бытовом где-то. На девочках? Да, Игорь Григорьевич, самое интересное в вашей книге это то, как немцы воспользовались уже на государственном уровне вот этими знаниями. Расскажите, пожалуйста, о серьезных экспедициях, которые организовал Гитлер в рамках программы Ананербе и о поисках оружия, в том числе и ядерного, и так называемого облака Солнца, с которым связывают Тунгусский метеорит. Расскажите, пожалуйста, об экспедициях перед 1941 годом. Я полагаю так, что в 29-м году, когда военный атташе привез туда результаты поездки Блюмкина, ну, наверное, там были все ошарашены. Ну, что такое Ананербе? Ананербе – это примерно 50 мощных научно-исследовательских институтов, где работали 4 нобелевских лауреата, Виктор Шоупергер, Макс Планк и так далее. И плюс… И Макс Планк работал в программе Ананербе? Ананербе работал. Ну, как он вообще науку возглавлял у них, кстати, ну, как бы подручен там Гитлера был, да. И плюс они же имели связи с российскими, с датскими теми, с другими мощными интеллектуалами, работали над оружием. Первое, что сделали немцы, вот разобравшись с этими, отправили экспедицию Эрнста Шеффера. Курировал лично Гиммлер, глава СС, по сути дела, второе лицо в Рейхе. Задачу им поставили многоплановую. Задача первая – найти якобы предков немецких ариев вот там, на востоке. Потому что они подавали, что эти арии, вот их предки, ну, наследие предков, наверное, так оно переводилось, что они не только вот были красавцами, мощными, сильными, но они обладали полнотой всех тайных знаний человечества, Вселенной, Бога и так далее. Они же под это подводили вот свой расовый превосход. Задача была, чтобы найти там предков, убедить тибетский хлам, что они предки, и чтобы не Советскому Союзу они готовы были давать, а чтобы сотрудничали с Германией, выдавали вот эти вот знания. И поэтому там были естественные специалисты в области технологий. Официально они вот находили черепа там, измеряли их, всякие кости. И он многое оттуда привез. Вот здесь у нас знаний о том, что Шеффер привел из первой и потом второй там экспедиции, достаточно мало. Но то, что они перевели книгу, поляк Осиндовский ездил еще тоже там в конце 20-х, туда же. И он тоже выпустил книгу и о городе богов подземных. Они ее перевели у себя, там дополнили, засекретили. Я так понимаю, вот то, что мне доступно было, что больше всего передал им Блюмкин. Вот паразит. А почему его расстреляли, Блюмкина? В 29-м году. А, даже в 29-м году. Почему его расстреляли? Он уже хранитель секретов. Это уже вопрос, как говорится, не к Шамбале. Понятно, что троцкизм еще в 29-м году, в 27-м году Троцкого только отлучили от власти при попытке госпереворота 7 ноября устроить. Его отодвинули. Но троцкизм был мощный. Это разветвленная сеть в России, мировая. И когда Блюмкина арестовали, следствие и приговор в течение трех месяцев. Ну, из него, казалось бы, вытаскивали там все и по Троцкому и так далее. Но как только он заговорил, что он заезжал к Троцкому, вот этот процесс стали ускорять. То есть Блюмкин – наш российский граф Монте-Кристо. Я буду отталкиваться от содержания вашей книги. В ней указано, что одним из знаний, которые подчеркнули Блюмкин и немцы на Тибете, это было то, что земля – есть полая часть, есть как бы внутренняя часть. И входы находятся на полюсах земли и на горе Кайлас. Но немцы, судя по документам КГБ СССР, как раз воспользовались этим знанием и начали искать вход в Антарктиде. Была послана экспедиция, были какие-то 150 специальных подводных лодок. Сделано это из документов КГБ. Я все время буду это повторять, это не наши досужие разговоры. 150 подводных лодок, которые… Пецконвой фюрера. И они начали регулярные рейсы в Антарктиду. Было судно под названием «Швабия», на котором находился гидроплан. И он мог взлетать со Швабии с помощью паровой катапульты и садиться на воду. Его дальше поднимали краном. Там было два таких самолета на Швабии. Была найдена какая-то загадочная земля, где был прекрасный климат, где были озера с пресной водой. Они назвали землю новой Швабией. Что говорят документы КГБ СССР? Ну, во-первых, как структуру земли определили? Что есть вот ядро там металлическое и безжизненное и так далее. А дальше там вот эти слои там маговые, базальты и так далее. Ученые предполагают. То есть структуру земли мы абсолютно не знаем. То есть предполагаем. Версия такая, что вот есть два шарика. Как это произошло, вот когда земля обживаться стала, вращалась, вращалась, то внутренний шар оторвался от единого. И два шара. Большой шар земли и внутренний шар. И, естественно, когда вот это вот отрывается, то другой шар начинает крутиться в обратную сторону. Это принцип той же Юлы. Внутренняя полость земли, она жизнеобитаема. Там свое магнитное поле, свое свечение. Там свои реки, озера, будем говорить, моря и так далее. И вот эти данные получил как раз Блюнкин в Тибете. На допросах он это высказывал. Но кому-то нужно было... Ну, конечно, это похоже все на чепуху, на фантастику. Я вот посмотрел, это называется земля Шермахера. Кусок Антарктиды, где они, немцы, гитлеровцы, нашли внутреннюю землю. Ну, они не нашли. Они получили эти данные, которые передал им Блюнкин. Блюнкин передал, что есть жизнь, что есть входы туда. А вот как войти туда? Блюнкин рассказывает, что определенные нужно знать ритуалы, команды, когда его в подземный этот город завели. И здесь при прохождении нужно знать вот серию таких кодов, назовем. И вот эти коды вряд ли они давали Блюнкину, и вряд ли он мог запомнить их. Вот эти как раз коды прохода в эту агарту и данные о том, что на поверхности Антарктиды есть и какие мечты, привез как раз Эрнст Шефер из своей то ли первой, то ли второй экспедиции. Немцы в 1938 году предложили нашей научной агентуре, будем говорить, передать советскому руководцу, что готовы совместно осваивать Антарктиду. Вот эти подземные полости, надлёдные пространства. Но у нас... Ну, я представляю, Сталин, он мог это воспринять, конечно, как издевательство. Тут у нас индустриализация, подготовка к войне, всё такое. А тут какая-то Антарктида. Ведь в 1938 году мы с немцами, я не привожу пока этих данных, но у меня документы есть о том, что господин Мюллер, вот, который в 17 мгновениях весны, и господин Берия или товарищ Берия сотрудничали довольно плотно и подписывали 11 ноября 1938 года одно очень интересное соглашение. Это не буду, не буду, не буду. Давайте мы оставим эту интригу для следующей нашей встречи. А сейчас я хочу закончить вот эту мысль, как Германия в суматохе как-то сломя голову, их там подпирали со всех сторон. Они сначала посылают корабль Швабе, где одни эсэсовцы, потом начинается какое-то якобы переселение. Гитлер, как мы начали наш разговор, оказывается вовсе не его череп и даже не череп его подруги, а он, скорее всего, он оказался в Антарктиде. Скажите, какие были последствия? Я знаю, что после войны была экспедиция, организованная в Советском Союзе, в Антарктиду. Американцы туда посылали как раз вот к этой земле Шермахера, чтобы что-то найти, но их туда никто не пустил. Земля Королевы Мод. Она сейчас стала землей Королевы Мод? Да, да, да. А немцы ее назвали землей Шермахера? Во-первых, немцы уже до войны стали проводить эти экспедиции. Да, действительно, они построили огромнейший лайнер, Швабе гидропланы, снимали территорию в районе земли Королевы Мод. Действительно обнаруживали оазисы, разбрасывали в эмпелы, что эта территория принадлежит Германии. Именно в 1940 году, до нападения на СССР, они уже стали формировать команды. Это был приказ фюрера, ну его в виде директивы Гиммлера, о том, что формировать команды для освоения, без права возвращения на свой фатерланд, на свою родину, набирать крепких, здоровых людей, осваивать внутреннюю полость земли и вот эту наружную, ну внешнюю, что ли, поверхностную тоже территорию, без права возвращения на родину. Тогда уже был запущен этот приказ директива, и именно подразделения спецслужб, СС прежде всего, подбирали. Потом уже в ходе войны, уже в 1941-1942 возвращались, потому что при всем немецком патриотизме не нашлось много ехать туда. Но, тем не менее, такие команды ходили. Формировать стали спецконвой фюрера, особые подводные лодки. Лодки, каковых не было ни у кого. Они работали на спирту. Когда первый проход был совершен до войны или в ходе войны, я полагаю, что в ходе войны, потому что данных у меня этих нет. Первый проход во внутреннюю полость земли, вот этот шарик, который вращается, внутренняя полость, вот они проходили туда. И наши усмершивцы, это контрразведка, когда Германию разгромили, нашли вот эти карты подводных маршрутов входа в царство Агарту. И там было расписано, как этим лодкам проходить туда. Уже где-то в июле 1945 года американцы одну лодку немецкую загнали, там и аргентинцы одну лодку взяли. И экипажи уже никаких секретов там не хранили, видимо. И вот они показали, что они регулярно подходили к определенной точке, вот в районе земли Королевы-Модь, в Контарктиде. Останавливали, всплывала другая лодка, немецкая же, которая ходила туда, во внутреннюю полость земли. Они пересаживали пассажиров, передавали там грузы, перегружали грузы. Потом эта лодка уходила, а эти лодки возвращались и брали грузы и людей на следующий рейс. Командир У-530 лодки, он как раз показал, что последний раз он ходил туда в мае 1945 года. И это был особо секретный режим для экипажа лодки. И была группа лиц, среди которых он как командир, значит, опознал Гитлера. И вот когда наши получили эти карты, то, естественно, доложили Иосифу Среоновичу, и он приказал направить. Три наших лодки класса А на каждой лодке было по офицеру контрразведки. И они в ноябре 1945 года пошли туда. Не знали, какая задача. И вот когда они дошли до точки, где нужно опускаться и уже входить подо льды Антарктиды, то они внезапно были атакованы летающими тарелками. Лен Юрьевич, еще раз. Это все в документах КГБ СССР? Это все, да, в этом архиве, который хотели получить именно... То есть летающие тарелки, которые взлетали из-под воды и атаковали эти подводные лодки? Атаковали подводные лодки под водой. Ну, видеть их не могли. Я ходил на этой подводной лодке, думал, что любоваться будешь морскими пейзажами. То есть по эхолотам, не по эхолотам? Они по... Ну, тогда основной это акустические были системы. Они измеряли, что совершают атаки в отношении наших подводных лодок, не обстреливали. Со скоростью в три раза превышающей скорость на поверхности современных, на тот момент кораблей, на поверхности воды. Что углы атаки резко меняли, что ни одна механическая, ну, подводная лодка или что-то такое не может так быстро менять. И командир принял решение прекратить. Все, наши ушли оттуда. Со всех моряков взяли там подписку о неразглашении. Куда, что ходили. Но они многого-то не знали. Знали больше офицеров, он разве. В 47-м году пошла туда же большая эскадра во главе с адмиралом Бёрдом. Он полярник сам, и Антарктида, и Арктикой занимался. Он американец? Американец, да. И вот эта эскадра, авианосец в составе, корабли сопровождения, эсминцы, две подводные лодки. И они пошли тоже этим маршрутами. Эта эскадра американская потерпела жестокое поражение. Там 470 человек погибли только. И атакованы были вот этими вот летающими тарелками. То есть они все-таки это были тарелки, они вылетели из-под воды? Вылетали, атаковали авианосец, и все эти самолеты там подолбили. А это как задокументировано? Бёрд попытался, когда уже находясь в отставке, попытался, значит, и журналистам пообещал, скоро вы все узнаете. Его сбила и все сено машина. Ну вот в этом году, в 2019 году, американцы рассекретили донесения своих агентов в Латинской Америке о том, что там видели Гитлера, местонахождение указывает и так далее. Но правда, ЦРУ рассекретив просто донесения агентов, но не подтверждает, жив Гитлер или нет. Но есть в этих архивах, и я привожу в этой книге доклад ЦК КПСС о бегстве Гитлера, о подмене Гитлера. И указания нашей разведки, и военной, и невоенной, особенно вот в латиноамериканских странах, 45-й год, август месяц. Ну и там вот доклады Сталину, того же Меркулова, и резолюция Сталина «Сбежал, подлец!». Поэтому говорите о том, что он сбежал, ну как, война закончилась, представьте торжество победы. Да, 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 это было нельзя делать. Я не против того, что в то время хранили все это, но сегодня уже можно говорить. Мы говорили сегодня о книге Леонида Григорьевича Ивашова, которая называется «Опрокинутый мир». Книга основана на документах КГБ СССР. А сейчас я с вами прощаюсь. До новых встреч на YouTube-канале «За углом». Расширь границы YouTube. Шагни на полосы электронной газеты Андрея Угланова. Первая ступень. Сайт argumenty.ru Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова